Норильчанка купила в магазине солёные маслята и нашла в них червей. Видео от недовольной покупательницы накануне появилось в соцсетях. В нём она показывает контейнер с грибами, где помимо маслят оказались черви. Продукт женщина купила в местном магазине. После публикации ролика специалисты Роспотребнадзора приехали в магазин с проверкой, но солёных маслят на полках они уже не нашли. Тем не менее, ведомство объявило торговой точке предостережения. Полицейские в Зеленогорске задержали 18-летнего водителя без прав. Молодой автолюбитель проигнорировал требования об остановке госавтоинспекторов и попытался уехать. Полицейские начали преследование, включив громкоговорящее устройство и проблесковые маячки. В итоге горе-водитель выехал на бездорожье, где повредил переднее колесо. После этого он бросился бежать, однако ему это не удалось. Мужчина был задержан. Водителем оказался 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав. Кроме того, как оказалось, молодой человек управлял незарегистрированным транспортным средством, на которое установил номера с другого автомобиля. В результате полицейскими составлено пять административных протоколов. Гонщику грозит штраф порядка 9 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Красноярец стал абсолютным победителем международного забега в Южной Корее. Спортсменам нужно было проплыть почти 4 километра, проехать 180 километров на велосипеде и пробежать еще 42 километра. Сергей Хазов смог прийти к финишу первым, преодолев железную дистанцию за 8 часов 43 минуты и 25 секунд. Это лучшее время среди красноярских марафонцев за всю историю. Наш триатлет стал лишь третьим россиянином, который побеждал в гонке. В 2018 году статус абсолютного чемпиона получил москвич Андрей Яцков, а в 2022 Александр Григорьев из Санкт-Петербурга.